МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 ноября 1941 года вот по этой лестнице поднимутся офицеры, отличившиеся на фронтах Великой Отечественной войны. А через полчаса они появятся здесь с первыми боевыми орденами, которые получат из рук председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина. Один из них, капитан Рыжиков, придет теперь сюда, на эту лестницу, героем Союза Советских Социалистических Республик. Зима 1941 года. Тебе ли нам цену не знать? И зря у нас вышло из моды об этой цене вспоминать. А все же, когда непогода, забыть не дает о войне. Зима 1941 года. Как совесть заходит ко мне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество тогда еще лейтенант Анатолий Рыжиков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 519. Вот эту медаль он и получит 6 ноября 1941 года здесь, в Куйбышеве, в здании, которое еще совсем недавно, до войны, занимал Куйбышевский обком партии и областполком, и где их теперь потеснило эвакуированное на берега Волги правительство во главе с председателем Президиума Верховного Совета СССР Калининым. Калинин Михаил Иванович – советский государственный и партийный деятель, всесоюзный староста. С 1919 года и до своей смерти в июне 1946 занимал должность главы государства. В ноябре-декабре 1941 года жил и работал в Куйбышеве. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин тоже ходил сюда на работу каждый день по той самой лестнице и будет ходить сюда еще несколько месяцев, пока эвакуированное в Куйбышев правительство не начнет медленно возвращаться с берегов Волги назад в столицу. Но до этого надо было еще жить и жить и работать здесь, в Куйбышеве, на Волге. Сюда перевезли несколько наркоматов. Наркомат авиационной промышленности, было представительство наркомата обороны, было представительство наркомата вооружения, было представительство НКГБ, НКВД. НКИД сюда приехал почти в полном составе и размещался в здании, которое сейчас является корпусом технического университета на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской. И помимо этого, конечно, был огромный аппарат, который их обслуживал. Селили их в основном поближе к площади Чапаева, потому что на площади Чапаева, в здании, которое сейчас занимает Самарский государственный институт культуры, располагалось в те годы помещение обкома партии. И именно там были созданы рабочие кабинеты для ряда приехавших из Москвы чиновников. Здание края исполкома, кроме структурных подразделений исполкома, которые размещались на третьем, четвертом этажах, вмещало еще множество других организаций. Например, здесь находилась редакция журнала «Коммунист», здесь находилось управление по делам печати, здесь был телеграф, который работал с 8 утра до 23 вечера. И здесь была АТС, единственная самостоятельная в городе Куйбышеве. Все остальные телефоны работали через коммутатор. И, конечно, это здание было готово принять высоких гостей из Москвы. А сейчас мы с вами в кабинете, который когда-то занимал председатель президиума Верховного Совета СССР. Здесь он встречался с дипломатами и иностранными корреспондентами, принимал наркомов и руководителей местных куйбышевских властей. 15 декабря 1941 года здесь, в этом кабинете, была написана поздравительная телеграмма по случаю дня рождения короля Великобритании Георга VI. «Уверен, что наши союзные государства и их вооруженные силы в тесном сотрудничестве с другими свободолюбивыми народами, сражающимися за то же правое дело, одержат полную победу над врагом цивилизованного человечества, над бандой Гитлера». Так писал королю Великобритании Калинин. Но и он, и все остальные прекрасно понимали, что прежде чем все союзные государства, сражающиеся с бандой Гитлера, объединятся, предстоит проделать немало усилий для того, чтобы закрыть глаза на различия между ними и стать одним единым мощным кулаком, который ударит по врагу. Ради этого же в феврале 1942 года здесь, в этом кабинете, писалась еще одна поздравительная телеграмма на имя президента США Франклина Рузвельта. В ответной телеграмме на имя Калинина Рузвельт заверил, что американский народ и дальше будет делать все, что от него зависит, чтобы помочь в победе над агрессивными силами. К слову, совсем скоро, в феврале 1942 года в Куйбышев из США прибыла большая партия медикаментов, теплых вещей и подарков бойцам Красной Армии и населению районов, пострадавших от оккупантов. Так, день за днем и шаг за шагом, в том числе и из вот этого кабинета ковался тот самый союз держав, которому в будущем предстоит победить Гитлера. Информация о том, что сюда приехало правительство, была абсолютно засекречена и из-за их переезда сюда даже был введен особый режим НКВД, по которому люди, которые имели право сойти с поездов в нашей городе со станции Куйбышев, должны были иметь специальные отметки в паспорте о праве это сделать. Всех остальных, при желании выйти со станции Куйбышев, тут же разворачивали, сажали на поезда и везли дальше. То есть, все это было сделано именно из-за правительственного статуса города. Здесь было много иностранцев, здесь были члены правительства и сюда приехали сотрудники НКГБ и НКВД для охраны этих организаций. Поэтому режим секретности был довольно жестким. Конечно, куйбышевцы догадывались о присутствии здесь воскопоставленных представителей правительства, но только в личных контактах. Кто-то там вспоминает, как видел Михаила Калинина на прогулке, кто-то, кто был на параде, естественно, видел их стоящих на трибуне, но они же не знали, они приехали сюда ради парада или действительно здесь находились долго. А они, многие здесь находились действительно довольно долго. Калинин, например, здесь подготовил, я считаю, страшный, конечно, указ Президиума Верховного Совета, который, я не думаю, что был радостно воспринят советскими обывателями, о том, что лица, не имеющие детей и не женаты, обязаны платить налог, так называемый холостяцкий налог. Это было именно здесь, полностью разработано и полностью введено здесь, как указ Президиума Верховного Совета. А мы в зале заседаний бывшего Куйбышевского обкома ВКПБ, где с осени 41-го и практически до осени следующего, 42-го года, проводились пресс-конференции для иностранных корреспондентов. Одна из первых таких конференций состоялась здесь, в этом зале, 11 ноября 1941 года. На ней замначальника Совинформбюро Лазовский озвучил все, что происходило на первой же конференции немецких солдат, находящихся в советском плену. Иностранным журналистам была предъявлена петиция, подписанная всеми пленными, и розданы фотоснимки их подписей. А вот на пресс-конференции, состоявшейся здесь 15 ноября, Лазовский озвучил телеграммы, полученные от корреспондента Совинформбюро с Южного фронта. «Какие будут ко мне вопросы, господа журналисты?» – спросил он у зала. «Мое имя Хомер Смит, Ассошейтед Нигру Пресс, мой вопрос может показаться неожиданным, но я думаю, что он волнует и еще будет волновать многих. Все войны, как известно, заканчиваются, а следы их остаются. И некоторые из этих следов оказываются слишком глубокими. Меня волнует, известно ли вам что-то об актах вандализма оккупантов, связанных с памятью великого русского поэта Пушкина. Благодарю вас, господин Смит. К моему и вашему большому сожалению я должен подтвердить, опираясь на имеющуюся у меня информацию, что такие акты имели место. Да и трудно ожидать другого от людей, не уважающих даже собственной культуры и своих поэтов. Что же говорить об их уважении к культуре страны, которую они пришли уничтожить? Я надеюсь, что с вашей помощью и с помощью мирового сообщества мы остановим нашествие этой банды варваров и сумеем сохранить то, что сохранить должны. Лазовский Соломон Абрамович, советский партийный деятель, дипломат и публицист, доктор исторических наук, профессор. В 1939-1946 годах заместитель наркома иностранных дел, с июня 1941-го заместитель, а потом начальник Софинформбюро. Расстрелян в августе 1952-го года по делу Еврейского антифашистского комитета. А мы вновь на той же самой лестнице, которая так много видела и многое могла бы рассказать. Например, она могла бы рассказать о том, как 1 декабря 1941-го года по ней поднимался председатель Совета Министров и главнокомандующий вооруженными силами Польской Республики генерал Сикорский. 1 декабря он был принят здесь, в этом здании Калининым. А 6 декабря вместе с послом Польской Республики в СССР и другими чинами польского посольства посетил Дворец культуры на площади имени Куйбышева, где состоялся концерт Большого театра Союза СССР. Перед началом концерта был исполнен польский гимн и интернационал. 24 марта по этой же лестнице в кабинет Калинина поднимется совсем недавно назначенный послом Великобритании в СССР Арчибальд Кларк Керо. А 7 апреля сюда придет новый чрезвычайный и полномочный посол США Вильям Стэндли. День за днем и шаг за шагом правительство СССР, работавшее в эту грозную пору здесь, в Куйбышеве, решало те труднейшие задачи, которые были на него возложены. День за днем и шаг за шагом Красная Армия приближалась к тому, чтобы в сотрудничестве с другими народами, которые боролись с агрессивными силами, скрутить шею фашистскому зверю. Не чтобы ославить кого-то, а чтобы изведать до дна зима 41-го года нам верную меркой дана. С вами был Михаил Перепелкин.